Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему логендерасплантации гемопатических столовых клеток у пациентов с резистентным рецидивирующим течением лимфомы Ходжкина. Эпидемиология лимфомы Ходжкина сегодня рассматривалась в предыдущих докладах. Я не буду подробно останавливаться. Важно отметить, что пациенты с резистентностью к первой линиотерапии с рецидивами заболевания после первой линии нуждаются в продолжении лечения. И хотя сейчас доступны эффективные новые методы лечения, на сегодняшний день единственным методом с потенциалом излечивания является логендерасплантация гемопатических столовых клеток. Согласно данным Европейского отчества трансплантации костного мозга, в течение последних лет отмечается некоторое снижение трансплантационной активности ввиду активного внедрения в клиническую практику новых эффективных методов лечения и увеличение, и это также отмечается увеличение доли трансплантации, выполняемой от альтернативного донора. Показанием для выполнения логендерасплантации является химиочувствительный рецидив после аутотрансплантации. Стандартами является использование полностью ошелесовместимого родственного или неродственного донора, в то время как использование альтернативного донора пока еще остается клинической опцией для данной группы пациентов. Данный слайд отражает динамику трансплантационной активности в Ташем Центре. Я не буду подробно останавливаться, она соответствует мировой тенденции. Мы проанализировали результаты логендерасплантации у 86 взрослых пациентов. С лимфомы Ходжкина медиана возраста составила 27 лет. Большая часть пациентов имела анамнез первичной химиорезистентности и эвотологичной трансплантации. Все пациенты в данной группе получили режим кондиционирования сниженной интенсивности. Большая часть получила режим, основанный на комбинации флюдоробина и бендамустина. 73% пациентов получили режим профилактики РТПХ на основе пострасплационного цикла фосфамида. И при медианинаблюдении 21 месяц общая выживаемость в нашей группе составила 74%, беспрогрессивная выживаемость 51%, трансплантационная летальность 18% и частота рецидивов 31%. Мы детально проанализировали накопленные данные и обнаружили, что пациенты, в отношении которых были использованы следующие компоненты стратегии использования режимов кондиционирования сниженной токсичности, использования посттранспланционного цикла фосфана, а также новых агентов, позволяющих подготовить пациентов к аллогенной трансплантации, имели преимущество выживаемости 90% против 51% в отношении пациентов, которые не получили ни одного из компонентов компонентов этой стратегии. 36 больных в общей группе получили терапию брентуксимабом перед аллогенной трансплантацией. Важно отметить, что больше половины пациентов смогли добиться объективного ответа на фоне этой терапии перед аллогенной трансплантацией. На основе ранних данных предполагалось, что брентуксимаб может улучшить результаты логенной трансплантации в случае использования его в качестве бридж-терапии. Однако в дальнейшем в исследованиях было показано, что сам по себе брентуксимаб не оказывает существенного влияния на результаты логенной трансплантации, в том числе общую выживаемость, беспрогрессивную выживаемость и частоту рецидивов. Однако в этом исследовании было показано значительное снижение риска развития хронической РТПХ в группе пациентов, которые получали брентуксимаб перед трансплантацией. В нашем исследовании мы также не увидели значимого улучшения результатов трансплантации в группе пациентов с бридж-терапией брентуксимабом. Беспрогрессивная выживаемость пациентов в полной ремиссии составила 75% против 70%. Однако мы полагаем, что брентуксимаб может улучшить перспективы аллогенной трансплантации за счет улучшения статуса, заболевания перед трансплантацией. А именно благоприятный статус болезни в нашем исследовании был сильнейшим предиктором улучшения как общей, так и беспрогрессивной выживаемости. Уже сегодня обсуждалось, что ингибиторы иммунных контрольных точек являются эффективной терапией, позволяющей вылечить пациентов с лимфомой Ходжкина. В нашем центре есть большой опыт лечения этих пациентов неволумабом. Общая выживаемость составила 95%, тогда как беспрогрессивная выживаемость в течение трех лет составила 27% с медиа на 19 месяцев. И мы видим, что пациенты рецидивируют на фоне этой терапии. Значит, они нуждаются в продолжении лечения и, возможно, в выполнении аллогенной трансплантации в том числе. Первоначально существовали опасения о использовании ингибиторов в контексте аллогенной трансплантации ввиду повышенного риска развития иммунных осложнений, в том числе и тяжелых форм реакции трансплантат против хозяина. И действительно, первые работы демонстрировали не только высокую частоту развития этих осложнений, но и высокий процент летальности, связанный с развитием тяжелых форм этого осложнения. Однако позже оказалось, что использование режима профилактики РТПХ на основе пострасплационного цикла фосфамида позволяет решить эту проблему. И пациенты с терапией ингибиторами иммунных контрольных точек в анамнезе перед аллогенной трансплантацией при соблюдении определенного тайминга между последним введением неволумаба и аллогенной трансплантации и использованием цикла фосфана у этих пациентов не отмечалось тяжелых форм РТПХ, как острой, так и хронической, не было тяжелых иммунных осложнений и эпизодов иноклюзионной болезни печени. А позже было показано, что предшествующая терапия ингибиторами иммунных контрольных точек может улучшить результат аллогенной трансплантации за счет улучшения беспрогрессивной выживаемости и снижение риска развития рецидива заболевания. В нашей группе 23 пациента получили терапию неволумабом перед трансплантацией. Все пациенты получили профилактику РТПХ на основе цикла фосфамида. И медиана времени между последним введением неволумаба и аллогенной трансплантацией составила 2,8 месяцев. И при медианном наблюдении 13 месяцев общая и беспрогрессивная выживаемость составила 83,74% соответственно. Мы действительно увидели высокую частоту развития РТПХ и острой хронической, в том числе и тяжелых форм. Однако в этой группе пациентов это не привело к увеличению летальности и ухудшению результатов аллогенной трансплантации. Использование альтернативных доноров для пациентов с лимфомой Хошкина в настоящий момент является клинической опцией, хотя в течение последних лет появляется все больше данных, демонстрирующих, что результаты гаплодентичной трансплантации сравнимы с результатами трансплантации от полностью совместимых родственных или неродственных доноров. А ряд исследований демонстрирует преимущества гаплодентичной трансплантации за счет снижения риска развития рецидива после трансплантации и снижения трансплантационной летальности. В нашем исследовании это была небольшая группа, 15 пациентов получили трансплантацию от гаплодентичного донора. И при медиане наблюдения 21 месяц общая и беспрогрессивная выживаемость составили 67 и 47 процентов соответственно. Анализируя результаты логент-респлантации в зависимости от типа донора, мы не выявили никакой разницы, однако в нашем исследовании группы в отношении типа донора были не сбалансированы и требуется дальнейшее наблюдение и сбор материала для того, чтобы можно было сделать окончательные выводы. Отдельной проблемой является рецидив заболевания после логент-респлантации, существенно ухудшает результаты трансплантации. Есть данные об эффективном применении бринтуксимаба для решения этой проблемы. В нашем исследовании 17 пациентов получили бринтуксимаб после логенной трансплантации. 65 процентов пациентов смогли добиться объективного ответа на фоне этого лечения, однако в дальнейшем все 100 процентов развили рецидив заболевания. И при медиане наблюдения в 36 месяцев общая выживаемость составила 71 процент. Перспективным представляется применение ингибиторов иммунных контрольных точек в лечении рецидивов после логенной трансплантации. В нашем исследовании Ниволмаб после логенной трансплантации получил 10 пациентов. Все ранее получали терапию бринтуксимабом, которая оказалась неэффективна. Важно отметить, что у всех пациентов получилось добиться объективного ответа на фоне проводимого лечения. И при медиане наблюдения 29 месяцев общая выживаемость составила 90 процентов и беспрогрессивная выживаемость 40 процентов. Иммунные осложнения развились у 3 из 10 пациентов. Это потребовало временного прекращения терапии и отмечалось полное разрешение осложнений на фоне лечения глюкортикостероидами. Ни у одного из пациентов не наблюдалось активации реакции трансплантации против хозяина и эпизода фенокклюзионной болезни печени. И на заключение хотелось бы сказать, что несмотря на новые возможности лечения пациентов с лимфомой Ходжкиной, единственным вариантом из лечения до сих пор остается логенная трансплантация. Использование таких компонентов, как режим кондиционирования сниженной интенсивности, пострасплационный циклофосфан в качестве профилактики РТПХ и новые препараты, позволяющие подготовить пациентов к логенной трансплантации, могут значительно улучшить результаты этого метода лечения. Предшествующая терапия ингибиторами иммунных контрольных точек не должна рассматриваться как противопоказание к выполнению логенной трансплантации. При условии соблюдения необходимого тайминга между прекращением логенной трансплантации и использованием профилактики РТПХ с лечением пострасплационного циклофосфана. Однако потенциалы и риски использования данных препаратов в контексте логенной трансплантации требуют дальнейшего изучения. Отдельную благодарность хотелось бы высказать профессору Афанасьеву Борису Владимировичу, который стал организатором и вдохновителем этого проекта логенной трансплантации при лимфоме Ходжкиной, ну и, конечно же, всему коллективу нашего центра, без которых выполнение этого проекта было бы невозможно. Спасибо.